Добрый вечер, это программа Археология, в студии Сергей Медведев, как всегда по вторникам Археология Человек. И вы знаете, сегодняшняя программа у нас действительно человек, я хочу оттолкнуться от человека, которого я давно хотел позвать в нашу студию, и вот, наконец, он здесь. Это мой добрый коллега, старший коллега, наставник, профессор высшей школы экономики, академик Российской Академии Наук, знаток Серебряного Века, англовед, африканист, автор многих книг, Аполлон Борисович Давидсон. Добрый вечер, Аполлон Борисович. И вы знаете, готовясь к этому эфиру, читая вашу книгу мемуаров под названием «Я вас любил», и я даже, вы знаете, немножко растерялся, какую сферу вашей деятельности, ваших знаний нам здесь больше затронуть было бы лучше. Здесь потому что и Серебряный Век, и ваши удивительные встречи там и с Ахматовой, и с Адойвцевой, и то, что вы занимаетесь Британией, Британской империей, и ваше преподавание высшей школы экономики. Но мне кажется, что, может быть, мы попробовали бы оттолкнуться от той сферы, которая делает вас... Ну, вы знаете, у меня очень мало есть знакомых, которые занимаются именно Африкой, именно африканистикой. И это такая... Кругом все, знаете, специалисты по Европе, специалисты по политанализу, специалисты по, я не знаю, политическим технологиям. И вот такая вот предметность, да, знания какого-то конкретного континента, мне кажется, это очень интересно. И вот давайте мы поговорим о отношениях России и Африки, о том месте, какое Африка занимала вообще в нашей внутри, в нашем российском сознании. И оттолкнемся от, собственно, того последнего большого явления Африки в нашем общественном дискурсе. Это смерть Нельсона Манделлы, которая произошла немногим почти два месяца назад, в декабре 2013 года. И, собственно, та реакция, которая была на смерть Нельсона Манделлы. Почему эта смерть так всколыхнула мировое сообщество? Я бы хотел сказать, прежде всего, о совершенно поразительном явлении. И все государственные деятели, которые высказывались, а их было очень, все высказывались совершенно одинаково. Обама специально для этого поехал в Южную Африку, побывать на похорнах. И там, как много лет до этого, он говорил одну и ту же фразу. Нельсон Манделла – мой кумир. А Путин пришел в посольство Южноафриканской республики и оставил запись. Запись, в общем, ну, как он сказал, не очень обычную для него. Он написал так, что Манделла выступал за необходимость диалога, за компромиссы, за умение договариваться, за взаимопонимание. Вот это то, что Путин говорит. И, в общем, я не помню случая за всю мою долгую жизнь, чтобы от ухода из жизни какого-то человека такое было абсолютно единодушное отношение с самых разных стран. Но при этом, Павел Борисович, все-таки от России такой высокопоставленной делегации не было. Была Валентина Матвиенко. Учитывая то представительство, которое было от других мировых держав, это какой-то знак, сигнал? Ну, вы знаете, я понимаю, во-первых, Путин был в Южной Африке дважды, Медведев тоже был. Вот, а сейчас, насколько я понимаю, положение в нашей стране достаточно было сложное, чтобы Путин был не так легко туда поедать. Во всяком случае, мне так кажется. Насколько важна вообще Южная Африка и Африка как таковая для России? Вы знаете, роль Африки, в первую очередь, я говорю о том, что называли раньше, Черной Африкой, не арабской, Южной Африкой, ее поразительно выросло, странно немножко, за последние два-два с половиной года. Почему так получилось, я могу сказать свое мнение. Понимаете, об Африке говорили всегда очень много свысока, и в Европе даже у нас. А за последние несколько десятилетий непрестанные гражданские войны, локальные конфликты и прочее, прочее. И вот под этим у глаз зрения на нее смотрели. А немножко все-таки за последние несколько лет это поутихло. И с Африкой легче стало становиться отношениями, и экономические отношениями, и использовать ее природные богатства, чем занимается в первую очередь Китай, но и Америка. И сейчас, и все с кризисом в Европе, и особенно Южной Европе, произошли совершенно вещи, которые трудно было себе раньше представить. Мы представляем себе, что все время идет поток из Африки в Европу. А сейчас, за последние полтора года, 200 тысяч португальцев поехали в Анголу. Вот такая вещь. В каком качестве? Работает, работает, поскольку в самой Португалии. В португальские же компании, в западные компании. Ну, это там самые разные, видите. Это довольно сложный вопрос, потому что в Африке стараются все-таки так, что в каких-то компаниях, которые действуют там, обязательно были африканцы. Не только, так сказать, белые люди. Поэтому это сложно. Иногда это бывает только реклама, а иногда это бывает и на самом деле. Ну вот, глядя сейчас, возвращаясь к фигуру Мандель, глядя на Южную Африку, какие, может быть, уроки мы можем из-за жизненного пути Манделлы делать? О том, что ведь, глядя на его жизненный путь, очень интересна эволюция. Ведь он начинал же на принципах ненасилия, как и АНК начинал с ненасилия. Ганди был его кумиром. И вот в какой-то момент, в 60-е годы, переходит вот эта вот черта была пересечена к тому, что АНК начинает насильственные методы действия. И в результате фактически, так сказать, приравнивается многими к террористической организации. Так что вот в этом смысле, как можно сказать, что, так сказать, успех Африканского национального конгресса, успех Манделлы, скажем, параллельный успех Ясера Арафата. Это говорит о том, что такие насильственные методы борьбы, они более эффективны? — Сергей Александрович, во-первых, я радуюсь вашему знанию этого всего. Что касается конгрессики, получилось так, что до 60-го года, до партии Африканский национальный конгресс, которая сейчас стоит у власти, она была на позициях мирных методов. Но в 60-м году получилась такая вещь. Власть, ну, полиция расстреляла мирные демонстрации. Настолько во всем мире это считалось важным, что Организация Объединенных Наций день этого расстрела, 21 марта 60-го года, объявила днем борьбы против расизма. И он так отмечается по сей упору. Дальше правительство Южной Африки запретило Африканский национальный конгресс. И вот этот конгресс оказался в положении. Мирные-то пути уже закрыты, поэтому сочли возможным и военные. Но в сущности было только несколько актов, ну, когда взрывали что-то. В общем, это было очень немного и очень недолго. Они старались же, по-моему, без жертв, вот эти вот полицейские участки, паспортные столы, да? Да, старались, да. Правда, они готовились к вооруженной борьбе. И иммигранты, политэмигранты из Южной Африки, для них были военные лагери не только в Африке, но были и у нас, под Одессой, и в Крыму, были военные лагери тренировочные для людей, которые оттуда уехали. Но они так в действие введены не были. Руководителем официальным этого военного королева, Африканского национального конгресса, оно называлось «Копье наций», был объявлен Нельсон Манделла. Но его пребывание на этом посту было поразительно коротким, потому что Фальдис через 2-3 месяца после основания этого он поехал в тур по Европе, в Африке, простите меня посмотреть, а когда вернулся, его посадили. Посадили, так что дали ему пожизненное заключение. Присидел он на них 27 лет. Первые 10-12 лет были ужасные, каменоломные и все прочее. Потом было несколько лет, но все равно 20 лет тюрьмы. Это и есть 20 лет тюрьмы. И вот вы начали с того, с чем его имя. Понимаете, в общем, он все-таки был, конечно, не единственным, кто выступал за компромиссы, за взаимопонимание. Не единственным. Но так оно получается, что и в Африке, а может быть даже и в мире, именно вот это, взаимопонимание, компромиссы, все это связано больше всего с его именем. Почему? Потому что он, просидев 27 лет, он вышел из тюрьмы, и когда встретил судью, который его присудил к пожизненному заключению, я сказал, в женском, он мужчина это был, присудил к пожизненному заключению, что Манделла ему сказал? Ну так представьте, он мог ему сказать, а ну тебя Монну набили, что ты еще? А он сказал так, давайте строить будущее нашей страны вместе. Потом, президентом страны, когда Нельсона Манделлу посадили, был человек, так сказать, ну, которого африканцы ненавидели. Он успел умереть, его жена осталась. Бота? Нет, нет, это еще было. Еще до Бота. Ферворд. До Боты. И Нельсон Манделла, став президентом страны, пригласил ее выпить с ним чаю. И он ходил... Это с его стороны были искренние жесты? То есть он уже человек был такой? У меня ощущение такое. Он и до тюрьмы был такой? Я думаю, что в тюрьме намного больше. То есть за эти 27 лет он очень многое, конечно, передумал. Очень многое. И вы знаете, само его поведение в тюрьме сделало его еще больше героем. Потому что о его поведении в тюрьме, те люди, которые выходили на свободу, они рассказывали. Ну вот, например, даже мне рассказывали такую вещь. Я ведь все опрашивал. Я ей немножко с Манделлой чуть-чуть там говорил. И с теми людьми. Вот вам маленький пример, то, что мне говорили. Им разрешали тогда по вечерам быть вместе. Заключенным. И они, общаясь друг с другом, даже доходило до того, что они считали друг другу лекции, там и все прочее. И вот маленький пример, то, что мне рассказали. Манделла, увидев кто-то, уж очень загоревал и в пессимизме целиком. Манделла ему сказал, ну вот так, ну представь себе, мы придем в власти когда-нибудь. Вот ты будешь министром экономики. Вот ты подумай сейчас, как нужно строить по-настоящему экономику нашей страны. И по каким-то... Этот человек, которому он говорил, очевидно, вряд ли поверил, что он будет министром экономики. Но, тем не менее, какая-то бодрость в нем усилилась. Ему пришлось думать и все прочее. Вот эта манера его поведения уже в самой тюрьме была. Ведь он же в тюрьме закончил университет Баллановский. Да, 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 да. За юриспруденцию, совершенно верно, да. То есть уже были созданы условия для того, чтобы он мог переписываться и заочно получать образование, и отдавать время учебе. За эти 27 лет очень многое менялось. И в отношении встреч с родными, и все прочее, и все прочее. Это начиналось очень жестко, я их читал. Я, по-моему, там одно письмо в полгода и одно свидание в полгода. Но, тем не менее, вот учиться он мог. И записываться там на учебу в Лондоне он мог. И пользоваться какими-то книгами в библиотеке он мог. А потом дальше это усиливалось все время. Поэтому все-таки возможности у него как-то учиться были. И вот они время от времени высыпались лекцией. И он каждый по той теме, которую он лучше всего знал, знакомился. И у меня ощущение, что... Да, он умудрился слова такие сказать, потом выйти из тюрьмы. Может быть, они странно звучат. Я благодарен этим 27 годам, потому что у меня было время сосредоточиться и подумать. И в этом, очевидно, что-то тоже есть. А вот к вопросу о Лондонском университете. В какой степени Мандела и вообще нынешняя Южная Африка является продуктом Британской империи? Ведь я смотрю его семейство. Это достаточно, так сказать, такое обеспеченное семейство из местных князей и руководителей, да? Которые тоже поддерживали британцы. И многие, они все получили вот это вот церковное образование, школьное образование. Затем была возможность университетского образования. В какой степени вот африканская элита и вообще Южная Африка — это продукт Британской империи? Это очень сложный вопрос. Вот почему. Потому что все-таки в самой Южной Африке среди белых единства не было. Были англичане и были те люди, которых мы называли бурыми, африканерами. Именно среди африканеров родилась идея этого апартхида или, как у нас пишут, апартеида. Поэтому тут сложно довольно и то, и другое. У африканеров, как так, было, может быть, более нетерпимое отношение. Ну, опять, на эту тему очень трудно. Ну, ведь смотрите, на похоронах Манделлы, я смотрю, фактически весь цвет политической элиты Британской империи присутствовал. Бывшие, нынешние премьер-министры, лидеры оппозиции Милибанд были. Вот, то есть для Британии это было воспринято как такой важный элемент жизни сотружества, да? Важный элемент такой постимперского осознания. Да. Но ведь Махатма Ганди в своих воспоминаниях писал, что он, ну, не хочу сказать прямо, молился Богу на Британскую. Но, в общем, был период... Он же 20 лет прожил в Южной Африке. Именно там он свою эту самую идею, теорию сатиаграха родил, находясь в Южной Африке. И он сказал, что, находясь в Южной Африке, он, в общем, полагал, что Англия это все-таки великое влияние. И по-прежнему это остается? А Великобритания, Англия по-прежнему чувствует себя, ну, так скажем, некую постимперскую ответственность? Или уже сейчас, естественно, там с независимостью и затем с апартеидом, с окончанием апартеида? Это абсолютно отдельная страна и в делах, которые Британия уже не такого особого интереса не имеет. Все-таки англичанам удалось сохранить содружество. Все страны, которые входили в Британскую империю, они входят в содружество. Больше того, две страны, которые никогда не были английскими, попросились. И в это содружество, оно не называется теперь британское, называется просто содружество. Входят 54 государства. И они не целуются, не милуются друг с другом. Но никто не хочет уходить из этого содружества. Поэтому и то, что говорил Мандела, и существование содружества, это большой урок для нас. Потому что нам бы все-таки что-то из этого использовать в нашей идее создания СНГ. А пока что у нас все-таки не так это особенно получается. А у них это все получилось. И Лондон стал центром, ну, мы бы сказали так по-русски, повышению квалификации. Значит, приезжают бизнесмены, приезжают самые разные люди. Ведь именно Лондон сохранил для них притягательную силу. Там они общаются друг с другом. Там они повышают квалификацию. Ну да, вот я думаю о постимперском наследии. Все-таки Россия и Британия, мне кажется, в этом смысле очень похожи. Вот Англия сумела себя поставить в том смысле, что роль языка, роль британской культуры, роль британских традиций до сих пор, я не знаю, в таких отдаленных уголках империи, как в Канаде или, скажем, в Австралии. Вот это вот 5 o'clock tea где-нибудь. И там в Гонконге вот эта вот пушечка стреляет в 5 часов вечера. То, что это, так сказать, призыв к чаю. И вот это вот невероятное ощущение британскости, оно сохраняется в 21 веке. И вот я не уверен, что мы сумели вот это вот сохранить в нашем постсоветском пространстве. Знаете, к этому могу сказать как-то, по-моему, вещь более важная. В 60-м году в Москве был Всемирный конгресс востоковедов. И вот на него приехали специалисты по Африке. И когда я спросил у двоих из них, специалистов по Африке, английских, очень известных, что вы считаете для себя самым главным? Знаете, что они мне сказали? Они сказали, самое главное, отказаться от нашей английской гордыни и от нашего высокомерия. И тогда мы сможем найти общий язык. И эти самые люди, они потом стали учить, они стали учителями научных школ в странах, которые входили. Я бы очень хотел, чтобы наши ученые были руководителями научных школ в Таджикистане, в Эстонии. Пока что я, к сожалению, этого не вижу. Вот это такое, вы знаете, ощущение большого мира, большое пространство и ощущение какой-то такой постимперской ответственности за те страны, за те народы, которые входили в большое сотрудничество, в большую империю. Напомню, что у нас в гостях Аполлон Борисович Давидсон. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии наук Аполлон Борисович Давидсон. Говорим мы о африканских уроках для России. И попытаемся мы охватить вот эту вот связь России и Африки от, может быть, Гумилёва. Поговорим о Гумилёве и до Нельсона Манделлы. Начали мы с фигуры Манделлы. Аполлон Борисович, а как вы пришли вообще в африканистику? Что вас привело к этому контересу, к чёрному континенту? Знаете, мне сейчас 85 лет. И, в общем, мне повезло то, что я воспитывался в среде старой петербургской интеллигенции. Поскольку я родился в ссылке, моего отца отправили в ссылку, я там родился, в тайге. Моя мать потом говорила так, что она нигде не видела так много интересных людей вместе, как в этих таёжных деревнях сибирских, куда ссылали петербургскую интеллигенцию. И когда мы вернулись в Ленинград, то эти связи продолжались. И с этими людьми у меня были очень близкие отношения. И именно потому, что у меня у самого моей семьи была не очень счастливая судьба, эти люди со мной были более открытыми. Это естественно совершенно. И вот они старались меня всячески оттянуть за уши от пропаганды, даже от пионерской правды, которая тоже была полна пропагандой. И тянули меня в настоящую литературу. И в ту литературу, на которой они воспитывались, когда были детьми и юношами. А в конце 19-го, начале 20-го века, когда они таковыми были, люди очень увлекались приключенческими романами, связанными в очень большой степени с Африкой. Это Луи Буссенар, это Райдер Хаггард, это Жоль Верн, это Си Си Киплинга и всё прочее. Ещё большую для меня роль играли стихи Гумилёва. Я жил в Ленинграде в соседнем доме с тем, в котором он когда-то жил. И первый раз я услышал... Это где она? Какой улице? Теперь она называется улица Радищева. Когда-то это была улица Преображенская, Преображенский полк. Сейчас это называется улица Радищева. Вот я жил в соседнем доме. И в середине 30-х годов развозили керосин на лошадях, в таких больших очень цистернах. И из соседних домов прибегали женщины наполнять свои канистры для керосинок и керогавов. И вот я с матерью стоял в этой очереди. И моя мама, говоря своей соседке по очереди, сказала так. Вот тут на втором этаже он жил. Это был Гумилёв. А дома были стихи Гумилёва. Поэтому у меня, в общем, любовь началась именно с этого. Стихи африканские? Африканские. Ну, не только, но африканские. Где шатёр. Да, да, да. А потом, когда я поступил в университет, я хотел заниматься не Африкой, прежде всего. Я хотел заниматься в целом Серебряным веком. Но это было абсолютно запрещено тогда. И эти имена были запрещены тогда. А из тех имён, ну, как вам сказать, то, что можно было как-то разрешено, это была Африка. Я не мог объяснять, что это с Гумилёвым связано. Слово Гумилёв было запрещено у нас с 1921 года, когда его расстреляли, до 1986 года, когда его реабилитировали. Вот. Но всё-таки влияние вот этих стихов для меня было одним из главных, может быть, главным, что меня побудило заниматься тогда. То есть через Гумилёва, через его вот этот вот африканский цикл и, может быть, романтика дальних странствий. Да, да, да. То, что вас привело. Да, 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 да. И вы поступили на... На исторические факультеты. ...исторические факультеты. И в какой момент началась ваша специализация? Специализация началась где-то, по-моему, с третьего курса. Но когда я хотелось, сказал, что я... Значит, с Серебряным веком декан факультета, который очень ко мне хорошо относился, когда я сказал ему, в целом, да что вы говорите, это абсолютно запрещено. А почему вы думаете, почему был так жёстко табуирован в Советском Союзе Серебряный век наш? Ведь действительно, даже когда издавалось, это как контрабанда какая-то, бакс-то вдруг что-то. Я не знаю, там, я уж не говорю, Гумилёв, который воспринимался как белый офицер. Булгаков, ну, Булгаков немножко позже, но всё равно. Вот вся вот эта вот аура Серебряного века воспринималась как такая антисоветская крамола. Почему? Ну, ведь не только Серебряный век воспринимался как крамола. Очень многое, и очень многое было по запретам. Но более ранняя культура чехов не воспринимался. Ну, Достоевский, допустим, его в школах не изучали. Религиозное искание. Да, да, да. А Серебряный век, это очень тот вопрос, который у меня задал, но очень сложный. Но мне кажется, может быть, одна из причин вот какая. Показать, что расцвет культуры был ещё до прихода большевиков к власти, уже само это было как-то нехорошо. Вот. Ну, и затем ведь всё-таки большинство этих людей эмигрировало. Второе. Вот. Я думаю, что вот эти годы... Ну, да, он, наверное, проходил по номинации такого буржуазного декаданса, упадка. Совершенно верно, да. Если что-то бралось из того времени, то это жёлтая кофта Маяковского и всё, что связано с авангардом. Да, да, да. Но никак не с акмиизмом. Да, 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 да. Ну, и в нём, прежде всего, не авангард, а прежде всего, так сказать, очень советского характера стихи. Вот. Так что я думаю, если признать Серебряный век, то признать, что, в общем, расцвет культуры был как-то до прихода. И затем вы уже начали более глубоко заниматься Африкой, и уже занимаясь Африкой, вы какой больше страной? Южная Африка? Сергей Сергеевич, если можно, я немножко продолжу. Мне нельзя было заниматься Серебряным веком, но потом оказалось, что Африкой тоже нельзя заниматься, потому что тогда это был конец 40-х годов. Кому нужна была Африка? Ей никто нет. Один из каких-то наших, ну, видных довольно партийных деятелей в своих воспоминаниях написал, как я бы якобы в 50-м году, ну, то ли Берия, кто-то ещё членов Парлибюро, Сталину сказал, вот в Латинской Америке то-то, сё-то, сё-то. На что Сталин сказал, тебе что делать, нечего. Понимаете, тогда нужно было освоить Восточную и Центральную Европу. Тут Китай, абсолютно было не до Африки. И когда я сказал, что я хотел заниматься Африкой, к концу 19-го века, декан факультета, он же завкафедрой моей был, он сказал так, мы вас считали за толкового студента, а вас занесло в археологию. То есть для него, он сам занимался проблемой создания Германской демократической республики. Ну, что для него была Африка? Вот так что и Африкой тоже мне не давали. Ну, простите, можно я продолжу? А потом я оказался единственным, у кого не было научного руководителя. Но ленинградское дело, и всех начальников присылали из Москвы. Ленинградский все снимали. И прислали руководителей лекторской группы горкома партии в Ленинграде. Из Москвы прислали. А ему университет из-под Халимажа хотел дать полставки. А ему, конечно, не хотелось читать лекции это время. А лучше всего иметь аспирантов. Не нужно. Ну, я его нашел в коридоре. И говорю, может быть, вы будете моим руководителем. У него была кандидатская диссертация на тему «Дунайская проблема после Второй мировой войны». О том, что такое Африка и где находится в основном. Ну, я был единственным беспризорным, у которого не было руководителя. Он меня взял. В мои дела он не вмешивался. Но ко мне никто и не придирался, поскольку... Простите, что я... А и какая у вас была тема тогда? У меня была тема завоевания Родезии. Английское завоевание Родезии. Это значит Сесель Рофф. Сесель Рофф вас интересовал. Опять-таки, как некий такой романтический персонаж. Это же крупная личность. Вообще, меня всегда в истории очень интересовали личности. Понимаете, можно с двух сторон вообще подходить к истории. Видеть сперва людей и через них проблемы. А можно наоборот. Ну вот, меня всегда интересовали люди. Слушайте, а в какой же момент Советский Союз интересовался Африкой? После 60-го? Абсолютно четко и точно. То есть, год Африки и вот появляются возможности этого... Немножко раньше. При Сталине Африкой абсолютно не занимались. Затем, даже после смерти Сталина в 54-м году, был закрыт Московский институт востоковедения. Учебный институт. Зачем он нужен? Его закрыли. Его как раз Примаков, например, кончал и все прочее. Вот. Знаете, удивительный провинциализм, о котором, я думаю, мы так думаем в Советском Союзе, как некая глобальная империя, ядерное оружие, в космос готовились выйти. И вот смотрите, как-то рубит направление востоковедения, Африка. Это же какое-то ужасное местечковое мироощущение. Конечно, конечно. Но это был 54-й год, как закрыли это самое мы. А в 55-м состояла Бандунская конференция. Конференция страны Азии и Африки. И наше высшее руководство поняло, что все-таки нужно это. И тогда первая поездка Хрущева за границу, вы знаете, куда она была? Это была Индия, Пакистан, и третья страна была, то ли Бирба, то ли Афганистан. Первое, это была осень, октябрь, ноябрь 55-го года. И после этого, особенно 20-й фест партии, переориентировка была нашей советской геополитике. Затем же и фестивали пошли. До 57-го года, совершенно верно. И было решение ЦК по полной реорганизации Института Востоковедения. Его очень расширили, создали там отдел Африки. Этому институту неслыханное дело дали собственное издательство. Издательство Восточной Литературы. То есть, все это началось в 56-м году. Вот полное это самое. Это, в общем, в условиях Холодной войны, значит, была... Эти страны получают независимость, добиваются ее. Значит, нужно эти страны поставить на свою сторону, против Запада. И вот уже пошла Африка дальше в таком биполярном смысле, что как арена противостояния Соединенными Штатами. И советники наши поехали когда? Уже после, уже в 60-е годы. Значит, год Африки 17 стран стали независимыми в 60-м году. Мы признавали каждую из этих стран. И сразу, может быть, не очень можно было сделать, но довольно скоро все-таки постарались вне туда теорию так называемого некапиталистического развития. Что эти страны могут миновать капиталистический путь и пойти прямо на путь строительства социализма. Я тогда преподавал на ИСТВАКе в Институте странной Азиафрики в МГУ. И я себе позволял абсолютно вещь, недопустимую тогда. Я говорил так, что честная женщина не родит ребенка меньше чем за 4-5 месяцев. И если даже соберутся 9 женщин, они за один месяц ребенка не родят. Как вы понимаете, начальству это не очень нравилось. Я был невыездной и прочее, прочее, прочее. А затем в посольствах ряда стран даже ввели должность советника по партии. Это называлось так. То есть сотрудник посольства, который мог помогать африканским странам создавать партии, идущие по некапиталистическому пути развития. Насколько вот сейчас, уже 60 лет спустя практически, насколько эффективна была советская политика в Африке? Или, по большому счету, сейчас, оглядываясь, можно сказать, что это просто деньги, закопанные в африканскую землю, в африканский песок? Насколько остались лояльные элиты? Насколько там существует память о Советском Союзе? Или там, я не знаю, в Мозамбике детей называют калаш? Или это все на таком уровне каком-то осталось? И в гербе Мозамбиков калашников. Автомат калашников. Так вот, насколько сильный след оставил Советский Союз в Африке? Мне бы хотелось сказать немножко о другом, начать с другого, что все-таки то, что делал Советский Союз, там было довольно много положительного. Помощь в творительстве заводов, помощь в творительстве электростанций, приезд врачей, приезд горных инженеров. Затем все-таки у нас в институте, не только в Университете Дружбы Народов, но и повсюду очень много учили. Поэтому все-таки было очень много очень положительного. Но поскольку, в общем, после распада Советского Союза, даже немножко до этого, стало не до Африки, связь эти и положительная сторона, и отрицательная, все это уже немножко ушло, Африка стала дальше. И теперь те люди, которые у нас учились, они уже стареют и уходят. И поэтому, в общем, результаты нашего присутствия там, конечно, во всем, во всех проявлениях, становится намного меньше. Ну да, вот, я не знаю, построили Асуанскую плотину. Ну и что сейчас Египет? Ну вот, или там, я не знаю, сколько военной техники было в Египет закачано. Вся она стоит разбомбленная Израилем в Синайской пустыне, да, заметает песок ее. Вот, так что вот в этом смысле, мне кажется, конечно, это был гигантский такой политический, отчасти цивилизационный проект, да, по половину века Советский Союз, так сказать, деньги, специалисты, жизни человеческие потеряны, да, в локальных конфликтах. И вот это все какая-то, так сказать, гигантская такая империалистическая авантюра, что ли, да, империалистический проект, который ушел в песок. Да, конечно, и сама идея некоперилистического развития, которая для нас была головой, это ушло. Но я просто хочу сказать, что все-таки что-то хорошее тоже было. Вот и, вот. Ну да, создание, создание элит, создание национальных государств и так далее, подготовка революционных движений, все эти, да, помощь, это Фрелима, Музамбик, там эти, Кубинские, и кубинские добровольцы туда же ехали в Анголу. То есть не надо на сто процентов мазать одной краской, только это. Хотя в основном то, что вы сказали, было правильно, конечно. Нынешний момент состояния нашей африканистики вообще туда идут люди в африканские исследования, идут ли молодые люди в Институте стран Азии, Африки, насколько оживлена эта тема? Это очень грустно, но не очень охотно, потому что все-таки китаистика, все-таки у нее явно будущее, арабский, язык арабской стороны тоже, без сомнения. Ну, я уже не говорю, там, и Китай, и все прочее. И тем не менее, последние два года немножко больше идут. И, допустим, если на кафедре африканистики в Институте стран Азии, Африки, это основной наш центр подготовки кадров в Москве, если раньше было по 2-3 студента, то сейчас как раз вот на втором курсе 9 студентов, 8 студентов занимаются историей Южной Африки. Ну, хорошо, но все-таки на большую страну, да, на нашу, да, это единица, я думаю, по сравнению с тем, сколько занимаются истории Африки, Южной Африки, скажем, там, в Оксфорде, в британских университетах, это совершенно другие цифры. Мы продолжим наш разговор с Аполлом Борисовичем Давидсоном после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня «Археология. Человек» у нас в гостях Аполлон Борисович Давидсон, профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии наук, англовед, африканец, знаток Серебряного века. Человек в биографии, в интеллектуальной биографии которого удивительным образом справились действительно российский Серебряный век и интерес к Африке. И вот это вот связало для вас, как я понимаю, фигуру Гумилёва. То есть хотели заниматься Серебряным веком в условиях советского идеологического диктата партийного, пришлось через Гумилёва выйти к Африку. Но ведь Гумилёв вам дал же, интерес Гумилёву дал совершенно удивительные встречи, которые, я читаю, в ваших мемуарах, с Анной Андреевной Ахматовой вы встречались. Вы именно с ней встречались, именно как, чтобы поговорить о Гумилёве? Да. Как это произошло? Мы вот оттепели. У меня было ощущение, что можно, так сказать, легализовать имя Гумилёва лучше всего через Африку. Она политики не касается, там и всё прочее, всё прочее. Я думал это, я договорился с высоковидным журналом, к этому отнесись очень хорошо, это начало 60-х годов. А где материал-то найти о нём? Ничего не помню. Поэтому я пошёл к Анне Андреевне. И она мне очень интересна. Насколько это просто было? Вот так пошли, пошли к Ахматовой. У вас были знакомые? У нас были общие знакомые. Оказалось, это очень просто. Очень просто. И приняла она меня очень просто. На Ордынке, да? У Ордовых, да? Да, да, да. Совершенно верно. Вот. И, в общем, она при жизни Гумилёва, конечно, она к его путешествиям относилась не очень положительно. И она в своих воспоминаниях дважды употребила слова Модильяне, которую она, очевидно, всё-таки любила, по-настоящему, в отличие от... Ну, не буду. Слова Модильяне такие, что путешествие – это замена подлинной жизни. И то, что она эти... Эту цитату её дважды дала, вот. И Гумилёв любил рассказывать о своих путешествиях, может быть, повторялся при этом. Ну, и была такая даже вещь, что она, в общем, кажется, выходила из комнаты, чтобы не слушать. Но, когда я пришёл прямо с этим, то нет. Она, в общем, рассказывала подробно и дельно вещи, о которых я ни тогда, ни потом не знал. То есть, она очень много рассказала интересного. Именно вот о том, что связано с поездками Гумилёва. А что касается самого Гумилёва, может быть, я скажу, Крамолу какую-то. С чего началось у него? Ну, повторяю, что, может быть, это кому-то не понравится. Он человек был внешне не очень привлекательный. А женщин-то он очень любил. Ему хотелось очень оригинального, всего прочего. И поэтому он говорил так, ну, вот эти летут в Париж, а я в Африку. То есть, нужна была легенда и романтический ареал. Ну, конечно. Но это было начало. А потом он в неё действительно влюбился. У него уже четыре поездки было. Он действительно в неё влюбился. И действительно он же... Четыре? Было две абиссинских экспедиции больших, я знаю. Экспедиция была только одна последняя. Ну да, уже Академия наук, которая спонсировала. А до этого просто поездки были. Просто поездки. Первая была в Египте. А, ну да, Египет. Три была в район. То, что называется теперь Джибути и это самое. Вот. И он в неё действительно влюбился. И он ведь не только писал об Африке, он переводил стихи африканские. И действительно она для него, конечно, играла большую роль. Столько мифов есть о его африканской судьбе, что он там и воевал, и с царьков местных мирил. Нет, нет. Это всё апокрифы. Георгий Иванов, у него же есть такая книга «Петербургские зимы», его воспоминания. Она, в общем, очень ярко написана. Но, правда, там довольно мало. И я допрашивал его жену, Адоевцу, когда она сюда приехала, уже, так сказать, в очень почтенном возрасте. И когда я ей привёл пример, она сказала, ну, Жова, Павлович, это же литературное произведение. Так вот, а это было воспринято многими нашими литературоведами, как что-то в самом деле шне. А Садоевцевой, она вам тоже о Гумилёве рассказывала, да? У вас же были большие продолжительные встречи. Я с ней действительно провёл очень много времени. Она отдыхала тут в Переделкине больше месяца. Я к ней ездил каждые два-три дня. Мне здесь было очень интересно. Вообще, вы знаете, женщина совершенно поразительная, мне кажется. Она и в воспоминаниях, и то, что она говорила. Она никогда не выпячивала себя. Она не старалась никого чернить. Она говорила о других людях, прежде всего, а не о себе. И говорила, в общем, как правило, с большим очень уважением. Что очень редко бывает у мемуаристов. Ну, то есть, с ней, так скажем, было проще, чем с Ахматовой общаться. Нет, с Ахматовой у неё тоже было очень просто. Нет, у вас и не было вот этой вот дистанции, вот этой, так сказать, её царственной... Царственная какая-то... Царственность её явно была. А скажите, какого, вот я недавно только, какого роста она была, Ахматова? Я слышал, что она была очень высокая. Она высокая была. Что значит высокая для женщин? Она была примерно моего роста. Ну, да. Ну, для того времени, я думаю, так сказать, это входило в описание её царственности. Это, так сказать, её такая высота. Она со мной очень... Как мне кажется, очень... Ну, я приведу вам примеры. Она мне рассказывала о том, как она приходила к тебе домой. Это она мне говорила в 63-м, а это относилось... И находила, например, корешки книг были разрезаны. То есть, какие-то люди смотрели, не там ли она что-то ещё спрятала. Или такая вещь была. Когда я говорю, ну, я... Когда к вам могу ещё прийти? Она говорила так, пожалуйста, когда хотите, но лучше в Москве. В Ленинграде это бывало, что плохо кончалось. А Ленинград был опальный город. И в сталинские времена их как-то немножко осталось. И там было неизменено, труднее интеллигенции жить. И вот это она и подразумевала. А вы сами чувствовали эту опальность, как Ленинградец? Конечно, конечно. Знаете, я ведь переехал в Москву, потому что я в Ленинграде не нашёл работы. И когда меня потом спрашивали люди, ну, вот как разница между Ленинградом и Москвой, я позволял себе сказать так, может быть, это говорил так, что если вы спросите у москвича, интеллигента из Москвы, как он живёт, он сказал совершенно конкретно. Вот том-то у него удалось, то-то не удалось в личной жизни, на работе. А если вы у ленинградского интеллигента спросите, он посмотрит на себя как на сумасшедшего. Господи, что ж ты не понимаешь, что плохо? Вы знаете, в этом, может быть, я утрирую, но действительно понимаете, ведь всё-таки из Ленинграда Академию НОК вывезли, издательство вывезли, журналы вывезли, интеллигенция гуманитарная осталась не при деле. Кроме того, Ленинградом в течение многих лет руководил Зиновьев, для кем он был, для Сталина. Потом вообще Ленинград — это город старой дореволюционной интеллигенции, которая тоже не могла нравиться Сталину и его окружению. Вот поэтому это всё. Ну да, город не при власти, потому что та единственная интеллектуальная деятельность, видимо, которая вообще культурная, творческая деятельность, которая разрешена в нашей парадигме, это деятельность при власти. И какой-то невластный очаг культуры так или иначе должен быть минимизирован. А сейчас какие вы чувства испытываете, когда в Петербург возвращаетесь? Вы знаете, мне хочется думать, что всё-таки какие-то традиции давние всё-таки немножко остались. Может быть, я выдаю желаемое из действительности, но какая-то интеллигентскость всё-таки в Питере чувствуется. Повторяю, может быть, я выражаю, я выдаю желаемое из действительности, но мне кажется, что это всё-таки есть и сейчас. Знаете, вот я хочу даже предположить, может быть, как бы сводя это к той теме, о которой мы сегодня говорим, и вот к тому, почему вы, как мне кажется, в том числе, вы сами это сказали, занялись Африкой, в Петербурге, в Ленинграде гораздо больше живёт вот этот вот широкий глобальный имперский дух. Потому что это город, открытый ветрам истории, это город, открытый морю, это город, где, собственно, первый раз была по имени названа Российская империя. И вот это вот имперские пространства, той же дворцовой площади, я не знаю, там Конногвардейского бульвара, они остались. А в Москве ушёл имперский дух, в Москве ордынский дух какой-то. И в Москве такой базарный дух, да, у нас было большое имперское пространство, Манежная площадь. И что с ней сделали, с Манежной площадью? Да, бронзулетки, церетели поставили вот эти вот, сделали рынок. И там, так сказать, ну ладно, ради бога, пусть танцуют, но сейчас там Лизгирку танцуют. Хрущёв там называл, как Петерас. Да, да, Хрущёв, да, абстракционистов там обзывал. Вот, и вот Москва, как бы, она не дотягивает до имперской столицы. Не дотягивает. А Петербург, он остаётся, и вот, может быть, вот это вот ощущение большой империи и большого мира, оно вас и подвигло к вашим африканским странствиям. Тогда это вне всякого сомнения, в те времена это чувствовалось. Сейчас уже немножко трудно сравнивать. Сейчас говорят очень сильно, мне сложно, конечно, вам виднее, что более провинциальным, что ли, стал Петербург. Да, да. К сожалению, так. Просто ресурсов не хватает при нынешней системе перераспределения. Кроме того, вы знаете, всё-таки Москва забирала из Петербурга, самая яркая, простите, и из Петербурга Аркадий Райкин уехал, балерины лучшие уезжали. Вывод уехали. Я до сих пор люблю, или все-таки Ленинград, Петербург, но не нашёл там работы. Ну да, да, это, конечно, сложнее было. Но в Москве вы с вашей уже в 60-е, 70-е годы были востребованы, так сказать, в том числе и на правительственном уровне, да, и с Примаковым, и с Арбатовым работали в качестве африканиста. Вы знаете, там ведь получилась такая вещь, что когда резко очень повернулась геополитика на Восток и Африку, африканистов-то в Москве не было, и вообще вот, и поэтому получилось так, что, ну, я нехорошо скажу, получается, что я себя хвалю, но мои знания нужны были, поэтому в наших директивных органах непрестанно, вот примерно с 58-го года до 62-го, я не мог заниматься тем, что я хочу, никак, потому что от меня все время требовали так называемые аналитические записки. А вот что в такой-то стране, а что в этой стране, и поэтому я занимался только тем, что я, были тогда материалы такие, белый таз, я не знаю, вы можете это... Да, помню, помню, белая серия, да. Да, телеграммы из-за границы, каждый день большая папка. Мне приходилось над всем этим судить, сидеть, и я тогда, в те времена, я знал, куда плюнул любой премьер-министр или президент любой африканской страны. Ну, мне-то хотелось, конечно, больше заниматься чем-то, ну, как вам сказать, я историк, но у меня на это ушло несколько лет, и даже больше того, меня посылали в 60 городов страны, поскольку сведений об Африке, в общем, тогда еще в печати не было, вот перед партийными активами, я был беспартийный всегда, тем не менее, но я, значит, вообще рассказывал, что такое Африка сейчас. То есть, в общем, я был нужен. Поэтому... А в самой Африке, как часто вы бывали? Я был невыездным до 53 лет. И я читал лекции в университете об Африке, когда студенты спрашивали, я там не был. Я был невыездным, в общем-то. По какой причине? Я думаю, что тут несколько причин. Во-первых, то, что у меня отец по ссылкам было слишком долго. Во-вторых, то, что я пять раз отказывался вступать в партию, хотя, в общем, меня туда... Мне предлагал такой Ильиновский, он был в СК партии заместителем заведующего международного отдела, заместителя Пономарева. Но он меня два раза вызывал и говорил очень просто. Я вам даю свою рекомендацию. Почему вы не хотите? А мне не хотелось. Вот. И при первом разговоре я ему сказал, ну что ж, я не выполнил плановую работу, книгу не сдал. Но он мне сказал так, правда, полушутя это было. Я вам даю свою рекомендацию, стоит вашей книге. Ну, да, это шутка была, но все-таки. А когда это было второй раз, то я уже ему позволил сказать, а что ж, я как беспортийный не имею права за границу ездить. Ну вот эти вот вещи. Потом во время лекции я не всегда, очевидно, говорил абсолютно то, что нужно. Хотя, так сказать, Крамолы не было, но все-таки. Вот. И поэтому мне дали поездку в первый раз в 81-м году. Дал Примаков, к которому я пришел и как-то сказал, ну, доколе это будет? Он как-то даже немножко удивился. Ведущий, ведущий африканист ни разу не был. Потому что я только теперь. Вот. Ну и он мне буквально через три недели уже поехал в Анголу. А потом уже поехал повсюду. Потом работал в Южной Африке. Семь лет я был в Южной Африке. Я был директором Российского центра Капитанского университета. Я был членом Сената Капитанского университета и все прочее. Потом все это уже было. Но мне уже было 53 года. А, понимаете, говорят, дорогое яичко Христов день. Уже для меня поездки под чужим стороном, они же не были так интересны и хороши, как были раньше. Ну да, сколько бы путевых заметок вы могли написать, какие бы, с какими бы людьми встретились, какие бы научные теории могли бы сделать. Это все, конечно, к вопросу о прекрасном, да, великом и могучем Советском Союзе, который, с одной стороны, как мы сейчас говорим, все-таки пытался следовать таким глобальным ветрам истории, да, вот этот вот белый таз, и отслеживать все, что происходит на африканском континенте, да, и как такой атлант на своих плечах держать весь мир. Но, с другой стороны, он, да, он своих ведущих специалистов не мог выпустить десятилетиями в Африку, в страну, да, изучаемого языка и изучаемой культуры. Главный африканист в нашей стране был такой член-корреспондент Ольдероги, патриарх африканистский. И, тем не менее, он в Африку мог ездить с 56-го по 68-й. А в 68-м, неизвестно по каким причинам, это ему было перекрыто. После того, как он получил медаль от Хайли Селасси в Эфиопии. А буквально через месяц после этого его закрыли. И последние 17-18 лет жизни он был невыездной. Ну, а само его присутствие на международных конференциях, это было бы очень важно. Нет? Вы знаете, мы даже и не понимаем, собственно, какой это был феномен Советский Союз, как недалеко мы от него ушли. Тоже. Вы знаете, и читая ваши воспоминания, тоже меня 1.500 впечатлил. К Гумилёву возвращаюсь. Как вас чуть не посадили за книгу Гумилёва, за ксерокопирование книги Гумилёва. Да, да, да. Причём, вы знаете, я перечитал несколько раз, я не верил, что это 1986 год, это практически четверть века назад. Вот, да, совершенно верно. Расскажите эту историю. Ну, видите, я уже был выездной, и мне же для Серебряного века нужны были книги, которые... И я привёз книгу под названием «Николай Гумилёв», не изданная и не собранная. Это были документы из наших архивов, которые собирали американцы. Тоже парадокс. Нас в эти архивы не пустили, а их пустили. И они собрали документы. Но я не удержался, купил эту самую книгу. Но поскольку я тогда ездил уже, так сказать, по довольно высокому уровню, меня не досматривали. Вот. Я её привёз. А потом мой друг, который был влюблён в Гумилёв, он сказал, вот мне позарез нужна эта книга. Ну, и у меня был один экземпляр. Я попросил тогда... Были в каждом институте академическом, не только вы. Была комната, где были ксероксеры... Я прекрасно помню в Институте Европы. Она была за металлической дверью, за решёткой. Нужно было собирать 5-6 подписей за в отделом замдиректора, чтобы тебе сняли ксероксеры. Совершенно. Даже несколько страниц. Вот. Ну, я пошёл к этому человеку, который на этом сидел на ксероксе. У нас были... Я сказал, ну, сделайте, Христа, ради. Он сказал, хорошо, сделаю. Но в этот же день, очевидно, кто-то стукнул, увидел он у него столик. И в этот же день, к вечеру, к нему пришли два человека, соответственно, и соответствующих. Сказали, вы можете себя считать уволенным, комната ваша будет опечатана у вас совсем. После чего они пошли к директору Института и сказали примерно так, если такие вещи могут в вашем Институте, чем вообще ваш Институт занимается? После этого... Ну, после этого вызвали меня. Слушайте, 86-й год, Горбачёв уже, апрельский пленум, перестройка начинается. Ещё гласность это называется, перестройка будет. Это началось весной, а это то, что я говорю, то есть прошло всего несколько месяцев. Это ещё не так поменялось. После чего призвали меня и сказали мне так. Уголовное дело у вас уже есть, потому что даже из журнала «Работница» две-три страницы вы не имели права снять без визы. А вы сняли вот это. Так же есть. Но у вас будет и политическое дело. Если в этой книге будет хоть одна фраза антисоветского характера, а мы сейчас даем на экспертизу, то всё у вас будет. Я говорю, ну так что могло быть, это же документы гумилёвские. Они говорят, да, мы это видели. Но там есть американское предисловие, правда оно очень коротенькое, но всё-таки. Вот. Ну и вот, значит, я оказался на крючке. Прихожу в дом учёных обедать, спускаются сверху две женщины, так мнутся немножко. Потом подходят ко мне и говорят, вы знаете, мы были на вашей лекции о гумилёве. Кстати, вы знаете, первую лекцию о гумилёве после его, так сказать, реабилитации читал именно я. И в этом доме учёных. Нельзя было, в зал войти было нельзя. Не из-за меня, конечно, а из-за темы. Вот они сказали, мы работаем в глафлите. Глафлит – это цензура. У нас на экспертизе ваше дело. Мы целиком за вас. Но ведь решать будем не мы. А потом произошла такая вещь. Я должен был ехать в Америку. Это особая тема, на которую мне бы очень хотелось поговорить. Это так называемые Дартмундские встречи. Это совершенно уникальная история в нашей внешней политике. Потому что после того, как война чуть ли не началась из-за того, что Хручёв завёз ракеты. Куба. Да, да, да. Ну вот, очевидно, обе страны, в первую очередь американцы, потом мы, поняли, что может из-за какого-то прянего непонимания начаться чёрт знает что. И решили создать такой канал взаимного зондажа, откровенного сравнительно. Это нельзя было сделать из дипломатов, потому что Толеран когда-то говорил так, дипломату язык для того, чтобы скрывать свои мысли. А тут нужна была откровенность. И вот она продолжалась, это с начала 60-х до 94-го года. Это регулярные конференции наши американцы по всем вопросам взаимоотношений и как раз африканскую тематику. Я представлял. На всём этом деле был. Это страшно интересно, потому что я в ходе этого с Кейсенджером выступал, в общем, с кем я только не видел. Страшно интересно. Ну, бог с ним. Вот. И должна была очередная конференция вот эта давняя. Вам ехать в Америку, а вам тут дело шьют. Совершенно верно. Да. И вот звонок, ну, какой-то секретарший, очевидно, директор института, что вот такого-то нужно на неделю отпустить. Ну, а что директор говорит? Да вы что, смею, не поехал бы она вообще в совершенно другую сторону. После чего уже позвонил Примаков. Ну, вот. Всё. Я поехал в Америку, и всё бы дело было абсолютно закрыто. Ну, да. Одного звонка Примакова. В общем, Евгений Максимович, как понимаю, был близко связан с теми, что его звонка было... Ну, он в это время занимал очень высокий пост ещё в этом деле. И вот, значит, всё это было наглухо закрыто. А если бы не было этого звонка Примакова, неизвестно, чем бы дело кончилось. Да, да, да. У вас прям Примаков, как, знаете, в «Докторе Живаго». Вот у него такой есть всегдашний его этот благодетель в верхах. Ну, не только благодетель. Простите, я просто нужен был на этой встрече. Аполлон Борисович, наше время в эфире, к сожалению. что я с вами как-то говорю. Нет, нет, это безумно интересно, потому что это такие сколы, такие срезы советского опыта, которые, вот, я не знаю, нашим слушателям, тем из них, которые не жили в Советском Союзе, ещё раз просто понять, как недалеко мы от этого ушли. Это всё от нас отстоит на какие-то 20-25 лет, когда можно было просто получить срок за то, что ты скопировал 2-3 страницы Гумилёва. Слушайте, 86-й год. Когда для того, чтобы сделать ксерокс, сделать звонок за границу, послать факс, нужно было, я сам помню, ещё в конце 80-х, начале 90-х, я собирал подписи, я полдня бегал, собирал, чтобы, так сказать, отправить факс куда-нибудь в Америку на участие в конференции. Так что, вот это всё, конечно, очень близко, и я благодарен тому, что вы пришли в нашу студию. Спасибо же, что пригласили. Да, спасибо, Владимир Борисович. Вы знаете, вот сидя с вами, я ощущаю какое-то дыхание большой истории, большого пространства, то, что прошли мы от Серебряного века, от Гумилёва до Манделлы, от Брегов Невы до Кейптауна, до Южной Африки. И я невероятно ценю наше общение, и то, что, так сказать, общаясь с вами, я вижу вот это вот дыхание большой истории, и оно очень ценно в наше время, мне кажется, когда наша жизнь и наша власть очень сильно провинциализуются. И вот нам, чтобы противостоять этому провинциализму и ощущать, что мы являемся наследниками большой империи, не только империи политической, но и империи духа, империи культуры, нам необходимы такие люди, как Аполлон Борис Штавицон, который был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.